Доброе утро! Вы смотрите новости в студии Анастасии Романовой. В начале выпуска коротко о главных темах. Качественное и стабильное водоснабжение на селе. Программа «Ремонт ста скважин» будет продолжена. Сразу три медучреждения объединяют в Бурнауле. К чему приведет реорганизация, расскажем в выпуске. Новый вид искусства для бурнаульской сцены. В городе представят пластический спектакль «Паранжа». Предусмотреть средства на продолжение реализации программы «Ремонт ста скважин» при доработке краевого бюджета на 2018 год. Такое поручение дал губернатор Александр Карлин, Минстру и Трансу региона. Напомню, программа работает второй год и за это время построили, отремонтировали и реконструировали 121 скважину в 113 населенных пунктах края. Проект позволяет решать задачу обеспечения качественной водой жителей сельских территорий. В краевом бюджете на 2017 год на реализацию программы «Ремонт ста скважин» предусмотрено 122 миллиона рублей. А вот финансирование программы поддержки местных инициатив увеличится в два раза в следующем году. По поручению главы региона при формировании бюджета на 2018 и плановый период 2019-2020 годов объем средств увеличат до 100 миллионов рублей. Проект рассмотрят депутаты Краевого законодательного собрания в конце этого месяца. Проект поддержки местных инициатив действует в регионе с 2017 года. Главная цель – вовлечение граждан в решение вопросов местного значения. В этом году в Алтайском крае выбрали 80 проектов, которые реализуют. Это спортивные и детские площадки, а также объекты культуры. Например, в этом году в программу попал Дом культуры в поселке Хлебороб Поспелихинского района. Здание не ремонтировали последние 20 лет. Из Краевого бюджета на ремонт выделили 670 тысяч рублей. Кроме того, деньги направлены и из районного бюджета, а также от сельскохозяйственных предприятий и физических лиц. В целом набралась сумма почти полтора миллиона рублей. Согласно сметы, окна везде во всем здании, двери, плитка в фойе у нас сделана, межкомнатные двери, косметический ремонт в зрительном зале. Отмечу, главное условие программы – участие населения. На выделенные средства в Доме культуры обновили сцену, поменяли освещение. Ремонт провели силами сотрудников учреждения и неравнодушных жителей района. Счастливый билет. На Барнаульском железнодорожном вокзале был куплен трехмиллионный билет на скорый пригородный поезд. Кто разменял третий миллион, узнал Вадим Слюсарев. Три миллиона билетов. Именно столько продано с момента запуска первого в Алтайском крае скорого пригородного поезда «Калина Красная». А было это в 2009 году. Обладателем трехмиллионного билета стала цехмистрова Наталья. Она ехала в Биск. Ей вручили цветы, туристическую сумку и памятный билет с номером того самого билета, который оказался трехмиллионным. Сейчас еду просто к подруге в гости на выходные. Вот так случилось, что купила билет буквально вчера, она позвонила и стала трехмиллионным пассажиром. Очень приятно. Как говорят специалисты РЖД, три миллиона билетов за восемь лет – это хороший результат. Всего на территории Алтайского края работает три скорых пригородных поезда – «Калина Красная», «Просторы Алтая» и «Восток». И, как говорят все те же представители РЖД, они улучшат качество поездки, чтобы разменять еще не один миллион пассажиров. Вадим Слюсарев, Сергей Балуев. Новости. И теперь к теме сельского хозяйства. Продуктивность молочного животноводства в Алтайском крае продолжает расти. Средний удой на одну корову составил почти 4200 килограммов в сравнении с таким же периодом прошлого года. Эта цифра выросла на 132 килограмма. Среди районов максимальные показатели зафиксированы в Зональном, Павловском, Заринском, Хабарском и Бийском районах. Отмечу, что увеличение продуктивности дойного стада обусловлено рядом факторов, в числе которых селекционно-племенная работа, качественная кормовая база, работа специалистов отрасли. Сразу три барнаульские больницы. Номер 3, 6 и 9 объединяют. Что изменится для врачей и пациентов, сейчас расскажет мой коллега Дмитрий Бутков. Он с нами на прямой связи. Дмитрий, доброе утро. Расскажите, какие все-таки возможности даст реорганизация? Да, здравствуйте, Анастасия. Действительно, в краевой столице, в городе Барнауле, происходит объединение трех городских больниц. Номер 3, номер 6 и номер 9. Вследствие укропнения этих медицинских учреждений на улице Петра Сухова, 18, где мы сейчас находимся, появится новое поликлиническое отделение, новая поликлиника городской больницы номер 3. И о том, как повлиять на качество медицинских услуг, нам расскажет Александр Николаевич Шпигоцкий, главный врач городской больницы номер 3. Здравствуйте, Александр Николаевич. Как повлияет это укропнение на качество медицинских услуг? Ну, на самом деле, от 4 июля вышел приказ Министерства здравоохранения об объединении трех городских больниц. Все три больницы имеют поликлинические отделения, третья, шестая и девятая. Единственной целью, которая преследуется при укропнении всех трех больниц, это, конечно, качественное оказание медицинской помощи. В первую очередь за счет более интенсивного использования всех медицинских ресурсов, и кадровых, и также, скажем, инструментальных различных исследований, более сложных диагностических исследований. И, соответственно, за счет этого более получим удовлетворенность нашего населения прикрепленного. А такой вопрос, а почему было принято решение все-таки объединить эти три больницы? Ну, в первую очередь, опять же, да, чтобы использовать максимально интенсивно медицинский ресурс, кадровый и оборудованием. Спасибо, Александр Николаевич. Я напомню, что по плану уже этот объект, новую больницу, поликлинику, по адресу Петра Сухова, 18, сдадут в следующем году, в феврале. Вам слово, Анастасия. Спасибо, Дмитрий. А я продолжаю выпуск. 33 учителя Алтайского края готовятся к региональному этапу конкурса «Педагогический дебют». Его особенность в том, что в нем участвуют начинающие педагоги, чей стаж не превышает 3,5 лет. Конкурс молодых педагогов «Педагогический дебют» проводят в Алтайском крае в пятый раз. 33 участника прошли отбор на муниципальных этапах. Теперь, в течение недели, конкурсанты осваивают специальную программу в Краевом институте повышения квалификации работников образования. Готовятся к конкурсу, учатся презентовать свой педагогический проект, выбирать тему для своего публичного выступления, планировать учебные занятия по предмету, которые проведут в рамках конкурса. Отмечу, практическая часть подготовки участников пройдет в Бурнаульской школе номер 125. Члены клуба «Учитель года Алтая» поделятся своим опытом участия в профессиональных конкурсах и проведут открытые уроки. И к новостям культуры. Новый вид искусства для барнаульской сцены. В эту субботу в арт-пространстве «Кислород» покажут пластический спектакль «Паранжа». В основе постановки танцевальная техника «Модерн». Это направление современной хореографии появилось в США в начале 20 века как протест традиционной балетной школе. При помощи пластики танцовщики говорят о проблемах общества и чувствах людей. В Бурнауле «Модерн» практикуют участники творческой мастерской «Амонра». Увидеть их необычный спектакль «Паранжа» можно завтра в 20 часов в арт-пространстве «Кислород» по адресу Льва Толстого, 30. Мы сейчас достигли цивилизации такого уровня. Мы не боимся показывать свое тело, свои какие-то поступки. Но мы секреты свои тайны держим очень глубоко где-то в своей душе и вот как будто укутываем ее в черную паранжу. То есть будет что-то такое очень интимное в плане раскрытия каких-то секретов человека. И о спорте. Осенний этап корпоративного регионального чемпионата по боулингу завершился в Алтайском крае. В нем принимали участие энергетики, программисты, представители СМИ и даже дальнобойщики. Осенний корпоративный кубок Алтайского края по боулингу был очень большим событием, потому что у нас новые команды появились, очень-очень расширились как группа А, так группа Б в рамках чемпионата. И появляются с каждым разом все новые и новые игроки, которые заинтересованы в своем развитии техническом и спортивном. Одним из таких стал игрок команды «Катунь-24» Данил Миронов. По итогам шести этапов чемпионата он абсолютный лидер в индивидуальном зачете. Своих соперников он оставил далеко позади. И пусть в целом наша сборная не вошла в тройку призеров, прогресс есть и в наступающем зимнем сезоне, который стартует в начале декабря. Шансы на победу довольно высоки. В регламенте соревнований, по словам организаторов, произойдут небольшие изменения, больше станет призов и номинаций. А вот участником корпоративного чемпионата Алтайского края по боулингу может стать команда из любой сферы деятельности. Главное, чтобы вас было четверо. Если решились, необходимо заявить о себе, написав сообщение по адресу электронной почты который вы сейчас видите на экране или позвонить главному тренеру боулинг-центра Арена Парк. Затем взять с собой хорошее настроение и начинать покорять столь необычный спортивный олимп. На этом пока все. Больше новостей на нашем сайте katun24.ru Оставайтесь с нами и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова